Доброе утро, друзья! Это новая рубрика в рамках нашего канала «От синий до синий» посвящена на хоккею матча национальных чемпионатов, чемпионатов мира и олимпийских игр. И сегодня первым номером мы разберем игру между клубами Ювескиля и Керпит. Это чемпионат Финляндии. Один из самых интересных в Европе. Ситуация складывается так, что Ювескиля после восьми поражений находится на предпоследней строчке. И эти восемь поражений оказались в ряду. И, естественно, Керпит, который борется за первое место, промежуточное первое место, не может не осознавать тот факт, что сегодня они могут продолжить неудачную статистику Ювескиля. У гостей собран очень такой мощный коллектив. Это знакомые российским болельщикам Галимов, Пюэрала, Юха Мати-Алтлин, Тройбург, который скитался по низшим североамериканским лигам. Естественно, его приход добавляет особого перца и статусности к гостям. Сегодня я ожидаю немного незакрытого хоккея, потому что хозяевам нужно менять статистику, нужно идти вперед. И как бы вот эта вся потеря очков не стала крахом при подсчете итоговых баллов перед плей-офф. Естественно, Ювескиля, обладая сбитым коллективом, который может цепляться и кусаться, сегодня доставить максимальное количество проблем Керпиту. И очень обидно, что вот такой клуб, как Ювескиль, с большой историей, находится сейчас не на своем уровне, даже не на своем пике, а где-то ниже, чем могло бы это случиться, и могли бы эксперты предположить. Два мнения прогноза. Это не хайперский проект, как я уже заявлял, это проект, который ведет образовательную во многом программу. Тотал 3,5 больше, Керпит не проиграет. Возможно, Ювескиля сегодня доведет матч до ничейного результата в основное время, а дальше уже как повезет. Ну и естественно, второй период, более двух шайб, все просто. Если сейчас Керпит начнет проиграть после второго периода условным 2-1, естественно, они понесутся вперед наказывать хозяев и поправлять свою статистику плюс-минус по забитому пропущенным шайбам. А я напомню, Керпит является тем клубом, который пропустил наименьшее количество шайб в чемпионате. Ну на этом все, а завтра мы увидимся в еще одной новой рубрике, она будет посвящена уже баскетболу, и будет она называться «С любовью из-за дуги». А вам не болеть. До свидания, удачи.